Откуда у игроков в Гранде такие деньги? Если это не донат, то их как-то заработали, но как? Это лучший способ заработка в Гранд Мобайл. Бизнес. Центральный 24 на 7 в Арзамасе, владелец которого получает от полутора миллиона рублей в день. Или стоянка Арзамаса, владелец которой может получать в пике до трех миллионов рублей в день. Но что если я скажу, что в Гранде есть заработок еще лучше? Ола Амигос, на связи Матвей. Скорее всего, вы мне не поверите. Подумайте, что кликбейт и закроете видео. Я нашел новый и походу лучший способ заработка в Гранде, на котором лично за день поднял более двух миллионов рублей. Воспринимайте эту сумму как минимальную, ведь я особо не старался, хотел поскорее записать для вас видео. Но если заняться этой темой серьезно, то вполне возможно получать пять, а то и десять миллионов рублей в день. И самое главное, этим может заняться даже новичок с первым уровнем. Это не донат и даже не перекуп. Я бы вообще это назвал новым бизнесом, о котором знает всего один процент игроков. Ведь это серьезное дело, которым нужно так же заниматься, как и бизнесом, если не больше. Ну ладно, что я хожу вокруг да около, а то вы действительно подумаете, что я вас байчу и выключите видос. Обо всем по порядку. Эта история началась еще давно на моем стриме на Твиче, на котором, кстати, тебя не было, а зря. Ведь каждому зрителю моего стрима на Твич канале я раздаю по сто тысяч рублей на его сервере. Все, что для этого нужно, просто написать свой ник в чате стрима. Вы мне не верили? Вот перед вами фрагмент трансляции, где я раздал несколько миллионов. Ссылка на Твич канал в описании, подпишись и не пропускай стримы. Но куда бы я ни шел, куда бы я ни летел, все хотели со мной. Многие прям очень хотели полетать вместо меня. Так, раз вы так хотите, может быть вы что-то дадите взамен? Именно так и родилась идея о новом бизнесе в Гранд Мобайл. Аренда транспорта. Да, такого бизнеса в Гранде еще нет, но что нам мешает все сделать самим? А что, вертолет у нас есть, крупнейшая торговая площадка Гранда есть, и главное, спрос есть. Что ж, делаем пару классных скриншотиков нашей вертушки. Заходим в наш телеграм-чат «Купи, продай, Гранд Мобайл», ищем чат конкретно по 17-му серверу, сочиняем цепляющее объявление и публикуем. Это бесплатно, можешь сделать и ты, ссылка на наш чат в описании. Подожди, ну вертолет же капец дорогой. А ты говорил, заработать может любой бомж. Спокойно, друг. Да, на это может заработать даже бомж. Смотри это видео до конца и узнаешь, в чем секрет. Пока ждем ответы клиентов, предлагаю узнать, а на что вообще способен вертолет? Прежде всего, это удобное средство передвижения. Никаких пробок, никаких аварий, прямо добираешься из точки А в точку Б. Также можно залезть на крышу любого здания, ну чтобы почилить с друзьями. А можно ли заправить вертолет на обычной заправке? Давайте узнаем, только вот как бы подлететь к этой метке. А если задом? О, о, смотрите, получается. Чисто на метку встал, ну чё, давай. Блин, нельзя. Канистрой, увы, тоже вертолет не заправишь. Ну-ка, а какая у него максималочка, интересно? 182-181 км в час. Ну, слушайте, неплохо. И в тюрьму, кстати, можно залететь, друга спасти. Короче, плюсов у этого транспорта много. А теперь главное, сколько вообще стоит обслуживание вертолета? Это нужно понимать, чтобы выставить адекватные цены на аренду. Топливо полностью заканчивается где-то за полтора часа полета. Что интересно, когда заканчивается топливо, летать на вертолете все еще можно. Ладно, не совсем. Выгрузить вертолет стоит 500 рублей. А вот загрузить можно бесплатно. Вертолет вмещает в себе 90 литров топлива. Заправить его полностью обойдется вам в 72 тысячи рублей. Ну, то есть, как минимум, сотку в час он точно стоит. Но для вертолета это слишком дешево, так что сделаю цену в 200 тысяч в час. Плюс дополнительные часы, если человек будет арендовывать надолго. Хотя и это, мне кажется, слишком дешево. Получается, любой новичок может сразу в начале игры арендовать вертолет на час. Подожди, откуда у новичка столько денег? Так каждому же новичку в начале 200 тысяч дается. Чё ты меня тут обманываешь? Всё, закрывай видос, отписываюсь. Ну, сам посмотри. Ты только зашёл в игру, открываешь меню, нажимаешь на кнопку промокод и вписываешь сюда мотивкар. Активируешь и на любом сервере получаешь на халяву целых 30 тысяч рублей. Лучший донатный скин к себе в инвентарь, рекомендую надеть. Личный гелик за 20 миллионов и випку, которая каждый час даёт бесплатный донат. Но самое главное, что ты просто делаешь скрин активации промокода мотивкар и отправляешь его в специальный чат по ссылке в описании нашего телеграм-канала Гранд Ньюз. Все, кто прислал скрин активации промокода мотивкар попадут в следующее видео и получат на халяву целых 200 тысяч рублей на своём сервере. Как это уже сделали, аймеком и воба. Спасибо вам, друзья. И пиши в комментариях секретное слово фарм, ведь на все такие комменты я обязательно поставлю сердечко. Только давайте чуть-чуть пж. А на моё объявление, кстати, уже ответило пару клиентов. Ку, сколько на час с друзьями покатать? Здравствуйте, вертолёт доступен весь день с возможностью респауна. Цена аренды 200 тысяч в час, возможно скидки. То же самое я ответил и остальным двум клиентам. Совсем скоро поступил первый ответ. А как в аренду дадите? Хороший вопрос, кстати, но тут всё просто. Как я это сделал, узнаете далее. О, а вот и кажется первый заказ. Жду звонок на этот номер, дружище. Кажется, это он. Алё, алё. Ну говорит, час с друзьями подумает и перезвонит. Что ж, ждём, в любом случае, да, вначале будет тяжеловато. Но зато потом от клиентов отбоя не будет. Ну ладно, к этому мы ещё придём. В итоге мы договорились на завтра. Ну а пока предлагаю попробовать поискать клиентов в самой игре. Для этого я приехал на авторынок и начал кричать во всё горло, что сдам вертолёт в аренду. Также написал во фракцию. Сразу же поступил первый звонок. Чел хочет взять верт на две минуты? Даже не знаю. Ну давай 20к. Опа, вот и второй клиент, сейчас погоди. Походу какой-то бомж позвонил, потому что 20к для него дорого. Ладно, а ты чего хочешь? Нифига, сразу в банк согласился поехать. Погнали. Только нужно будет сначала на отарку заехать подписать договор. А вот и первый доход. 200 тысяч рублей человек берёт вертолёт на час. Что ж, погнали тогда подписывать договор. Ну и тут отыгрываем типичный РП. Договор в кармане, засунул руку в карман, вытащил договор и т.д. и т.п. А, блин, меня кикнуло. А, блин, давай быстрее заходи. Вдруг он подумает, что я кидал, а ещё, блин, жалобу допишут. А доверие и репутация в таком бизнесе самое главное. Так, всё хорошо, мы списались, встретились, продолжаем. Теперь самое главное, содержимое договора. Я арендатор, беру в аренду летательный аппарат, вертолёт для собственного пользования на 1 час. 1 час начинается с момента получения ключей от транспорта. Я плачу арендодателю сумму в размере 200 тысяч рублей. Я обязываюсь вернуть вертолёт по истечению 60 минут в целости и сохранности. В случае потери или порчи транспорта плачу штраф в размере 1 миллиона. Ну а я обязываюсь дать ему вертолёт в пользование и оставаться на связи в течение всего срока аренды. Протягиваю договор, теперь подписывай. Я тоже подписываю договор, всё, теперь можем отправляться в аэроклуб. Да блин, что за фигня, меня реально так забанит скоро. Загружаем сам вертолёт, показываем ПТС, мы же никого не обманываем. Теперь также по РП отыгрываю ключи, сам сажусь в вертолёт. Отыгрываю РП, как вставляю ключ зажигания, ну и завожу сам вертолёт. Ну всё, вертушка к вашим услугам, прошу. На самом деле всё реально сделано по красоте. Типа я завёл вертолёт, дал ему штурвал, а сам стою, жду в полу АФК в аэроклубе. Если у клиента какая-то проблема, например, угнали вертолёт, то я просто его выгружаю, клиент возвращается в аэроклуб, я его снова загружаю и отдаю. Здесь можно придумать ещё пару услуг, например, личная доставка вертолёта за отдельную плату, ну я не стал заморачиваться. О, а вот и тот бомж перезвонил. Сори, вертолёт уже арендовали, будет доступен через час. Пока бегал, позвонил ещё один клиент, хочет взять верт на 5 минут, но это будет 40 тысяч. Предложил встретиться в нотариусе для подписания договора, а он отвечает, что это не реал лайф. Ну и вот, пока вертолёт был в аренде, я уже нашёл нового клиента. Встретились, показал вертолёт и через обмен принял оплату. Да, я знаю, что договаривались на 40 тысяч, я просто забыл. Да пофиг, далее на этом вертолёте я миллионы буду поднимать. Так что не переключайтесь. Когда аренда закончилась, игрок захотел ещё раз взять вертолёт на 5 минут. Ну как же я ему могу отказать за 20 тысяч? Капец, я не знаю, что было в моей голове, но я реально не обратил внимания на сумму. Ну ведь и тогда, чё с тебя взять? Следующим утром в Телеграме написал ещё один клиент и захотел взять вертолёт на 2 часа. А я, как настоящий бизнесмен, предложил заплатить мне 500 тысяч, но за 3 часа. Конечно же он согласился. Тут же в игре он позвонил, встретились, подписали договор, через банк прислал мне деньги, загрузил, заправил и завёл вертолёт, всё, заказ выполнен. Пока это самый крупный заказ, но дальше будет лучше. Пока прошли 3 часа, подошла очередь самого первого клиента, который написал ещё вчера. Встретились, я показал вертолёт, на нём же полетели в банк, он перевёл мне 100 тысяч рублей, ну и я дал ему вертолёт. Пока сдавал вертолёт, написал вчерашний клиент. Уже появляются постоянные арендаторы. Через 30 минут аренда Егора закончилась, как раз подошла очередь вчерашнего клиента, но его не было в игре. Не беда, ведь тут же позвонил Егор и решил взять вертолёт ещё на 30 минут. Пока я летел, он перевёл мне 100 тысяч рублей, и у банка в Арзамасе я оставил ему вертолёт. А как вы думаете, стоит ли брать дополнительную плату за доставку вертолёта? Пока вертушка летала, позвонил ещё один клиент. Хочет взять верт на 20 минут. 100 тысяч, пожалуйста, написал ещё и вчерашний клиент. Сори, но вертолёт уже сдал, через 15 минут будет свободен. Но когда вертолёт освободился, он меня снова заигнорил. И тут же снова позвонил его. Хочет взять верт на 15 минут. Ну дай 5 минут, вдруг предыдущий клиент ответит. К сожалению, он мне не ответил, но сразу же нашёлся ещё один арендатор, который взял верт на 15 минут за 60к. После всех этих заказов пришлось ещё раз заправить вертолёт на 70 тысяч. Заехал в новостную сеть, хотел за 100 тысяч купить рекламу аренды вертолёта, но сотрудник отказался. Жалко, ведь это была бы классная реклама. Хотя пофиг, есть же отдельный телеграм-канал по 17-му серверу. Я забабахал рекламу туда, и клиенты от меня просто не отставали. Такую же рекламу можешь сделать и ты в телеграм-канале именно своего сервера. Напоминаю, что у нас есть сеть телеграм-каналов по каждому серверу Гранда. И, кстати, сейчас в них уже вовсю бурлит своя жизнь. Куча новостей, мемчиков, он на девятом сервере вообще разыгрывает лям. Короче, весело, не хватает только тебя. Ссылки на телеграм-каналы по каждому серверу Гранда в описании. А если лень искать, просто вводи в поиски телеграма, собака, гранд-сервер, нижнее подчёркивание и номер своего сервера. Если ты игровой администратор, лидер или игрок из списка Forbes, то пиши на этот телеграм моему менеджеру, и мы выдадим тебе админку в канале твоего сервера. У нас ещё куча каналов с подписчиками, которые, возможно, ждут именно тебя. После публикации объявления мне сразу же начали звонить и писать. Тут же нашёлся клиент, который взял вертолёт на полчаса за 150 тысяч рублей. На балансе уже более миллиона рублей, а клиенты всё продолжают писать. Но тут уж, друзья, записывайтесь в очередь. Как только 30 минут подошли к концу, сразу же сдал вертолёт следующему игроку. При этом новые клиенты не заканчиваются. Один из игроков так сильно хотел приобрести вертолёт, что даже предлагал за него 24 на 7 номер 1. А это, между прочим, один из самых прибыльных бизнесов в игре. Предложение, конечно, очень хорошее, но, как видите, на вертолёте заработать можно больше. В итоге сдал ему вертолёт за 50 тысяч на 10 минут. Сейчас закончится предыдущая аренда и загружу вертолёт. Ой, ну звонят и звонят, от заказов отбоя нет. Ну и пока вертолёт был в аренде, уже нашёлся новый клиент. Игрок хочет арендовать вертолёт на целых 800 тысяч рублей. Уже поступают такие крупные заказы, а это всего лишь первый день моего бизнеса. Он хотел разбить свою аренду по частям на следующую неделю, но, увы, играть я столько не собираюсь, поэтому принял оплату за 1 час в 200 тысяч рублей. Пока вертолёт был в аренде, бывший клиент взял ещё полчаса за 100 тысяч рублей. Подошла его очередь, и я загрузил вертолёт. Конечно же, не забыв заправить его на 30 тысяч, а то топлива там почти не осталось. Блин, хотят ещё взять вертуху в аренду, но, увы, уже поздно, очень хочу спать, поэтому отказываю. Ну и последний на сегодня клиент, который брал вертолёт ещё утром. Игрок очень сильно хотел взять вертолёт на 4 часа, но, честно, я уже засыпал. В итоге согласился за 600 тысяч рублей. Встретились, отдал вертолёт. Без договора клиент у меня уже был, я ему доверяю. Весь день я занимался этим бизнесом, пробыв в игре около 10 часов. Конечно же, большую часть времени я стоял в АФК. Мне удалось заработать более 2 миллионов рублей чистыми. При этом с ценами я часто ошибался, да и в целом сдавал вертолёт по дешёвке. С нормальными ценами можно заработать минимум в раза 2 больше. Ну и плюс учитывайте, что это 17 сервер, и денег здесь не так много, как на первых. А как на этом заработать новичкам? Все просто. Через наш телеграм-чат «Купи, продай, грант мобайл», или в телеграм-канале своего сервера, или вообще в игре, ищите игрока с вертолётом и предлагаете ему совместную работу. Вы сдаёте вертолёт в аренду, ищите клиентов, а он его просто загружает. Прибыль пополам минимум по 100 тысяч в час каждому. А заняться этим можно даже с первого уровня.